Меня зовут Плитсун Михаил, мне 18 лет. Я поступил на менеджмент с углублением в международный бизнес в Эпстерский университет. Обучение в таком университете и обучение в самой Вене осталось не так, скажем, легко, и поэтому от этого ожидания были завышены, и, честно сказать, они оправдались. Здесь все по-другому, если смотреть формат обучения наш СНГшный и европейский, то обучение здесь кардинально другое, и учиться здесь для меня это просто было мечтой, и в итоге она осуществилась. Те же самые профессоры и аудитории, например, я обучаюсь в университете, где максимальное количество человек в аудитории составляет 30. И каждого ученика профессор знает по имени и обращается к нему как к другу. В любой момент вы можете позвонить профессору, назначить с ним встречу в кафе, поболтать, обговорить какой-то проект, позвать всех своих друзей, познакомиться, хорошо провести время и, более того, улучшить свои навыки в данном предмете. На самом деле, строить планы пока на будущее, конечно, нужно, но так как я заканчиваю всего лишь первый курс, сейчас я планирую изучать немецкий по экстенсивным курсам летом, то есть за лето я планирую набрать какой-то определенный уровень для того, чтобы начать подрабатывать хоть где-то, хоть как-то, потому что родители это, конечно, хорошо, но стоит и самому немного о себе заботиться. Я собираюсь поступать на магистратуру и инспирантуру. Про магистратуру я также думаю, что буду поступать здесь. Например, тот же венско-экономический, который сейчас расширяет свою базу языков, на которых ведется обучение. Ну и, естественно, инспирантура еще неизвестна, еще в поиске. На самом деле, я еще зимой хотел поступать в Америку и думал, что это будет супер, это моя мечта была. И с каждым месяцем, естественно, оно все затягивалось, 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 и все меньше и меньше времени было на обозревание этих сайтов из-за того, что мне приходилось давать экзамены, ЗНО, английский экзамен и так далее и тому подобное. И в самый последний момент мои родители увидели компанию Education in Vienna, и мы сразу же к ним обратились. Это было весной. Мы обратились к ним по поводу поступления в Австрию, в Вену. И именно тогда мы начали подготовку к поступлению, к подготовке документов. Летом я получил визу на один въезд в Австрию. И когда я въехал в Австрию, мной полностью занялись компания Education in Vienna и помогли мне подготовить весь набор документов для поступления в университет. Труднее всего, наверное, дались, скорее, огромное, огромное количество документов, которые нужно просматривать, оформлять либо отдавать компании Education in Vienna. И просто лист за листом, лист за листом, просматривать все ли на месте, то ли число вписано, тот ли номер счета указан. Потому что любая, любая ошибка. И привет, мой родной дом. Привет, мой родной университет, в котором я буду учиться. Но, к сожалению, точнее, к счастью. И здесь к счастью все прошло хорошо. Сложнее всего, с чем я столкнулся, наверное, было новое окружение. То есть я уехал от семьи, от друзей, от всех знакомых и близких мне людей. И пришлось погружаться в совершенно новый мир, который мне совершенно не знаком. Здесь другие законы, по-другому ведутся переговоры, по-другому ведутся знакомства. И все это далось не с первого раза. В том же самом университете, который меня позвали, чтобы познакомиться со всеми абитуриентами, ознакомиться с правилами университета, для меня это было что-то новое. Потому что такого я раньше не видел. И таких людей я раньше не встречал. Я могу совершенно свободно говорить на любые темы, будь то политическая тема или любая другая тема, с любым из людей. Есть такая поговорка у нас в университете. Если вы не говорите по-немецки, то человек говорит по-русски. Поэтому здесь каждый человек, он по-собственному как бы иностранец. И коренные австрийцы, они уже давно свыклись с этим, хоть раньше и выступали против этого, но сейчас все изменилось. Я сейчас проживаю в общежитии под названием «Майлснон». Это огромное общежитие для всех студентов, которые приехали сюда учиться. Плюсов огромное количество. Это цена-качество соотношения. В общем, конечно, из минусов, также есть минусы. Например, нельзя никаких домашних животных, но это объяснимый минус. Нельзя никаких абсолютно хомячков, змеек, паучков, которых я так люблю, которых мне пришлось оставить. По ним я, конечно, скучаю. И также минус небольшой в доступности администрации общежития. То есть нужно следить за графиком работы администратора, который сидит внизу общежития и раздает, собственно, советы, куда нужно пойти, что нужно подписать и вообще, что вам нужно сделать, чтобы остаться жить в данном общежитии. До приезда в Вену, на самом деле, я был полностью несамостоятельным человеком. Я приходил со школы, я получал обед, карманные деньги, я шел гулять с друзьями, совершенно незабочаясь о каких-то факторах, откуда берутся деньги, откуда берется еда, как она готовится, что нужно сделать, чтобы ее получить, например. Где мы живем, почему столько стоит проживание в данной квартире, вообще сколько она стоит. Когда я приехал в Вену, мне пришлось адаптироваться, и мне, конечно, помогла компания Education in Vena в этом. И они многое-многое старались сделать за меня, но все-таки приходилось, естественно, самому выбираться из своей зоны комфорта и разрушать какие-то барьеры, границы, бороться с осеснительностью, общаться, узнавать что-то, требовать даже иногда. Расскажу одну историю. Как-то раз я записывался в один из спортзалов Вены для того, чтобы улучшить свои физические навыки. И, к сожалению, они решили, скажем так, со мной сыграть злую шутку и завысили цену на определенное время посещения спортзала. То есть они сказали, что, например, вечером стоит столько-то, утром стоит столько-то, днем стоит столько-то. Насколько я знаю, когда я посещал различные спортзалы и узнавал цены, это не влияет на время посещения спортзала. И тогда я решил написать собственную жалобу и сказать, что давайте либо скидку мне, либо я пишу жалобу. В общем, как они вышли из положения, они сказали, что сейчас мы позовем менеджера, и все будет хорошо. Ну, пришел, естественно, не менеджер, а здоровый охранник, и больше я в этот спортзал не ходил, поэтому будьте аккуратны. На самом деле, когда я только попал в эту среду, я общался только с людьми, которые, естественно, русскоязычные, потому что для меня было как-то не по себе сложно даже побороть вот этот вот барьер культурный и языковой, естественно. Но спустя некоторое время, спустя 2-3 месяца, среди моих друзей появились люди с разных стран, с различными культурами, с которыми я общаюсь очень просто и очень непринужденно. С некоторыми я познакомился на различных мероприятиях, например, на выставках, в музеях, например, музей Мумок, где, собственно, ставят современное искусство. Там много интересных личностей, с которыми можно познакомиться, и они не будут против этого. Если говорить о личностном росте, я бы упомянул все новые связи, которые я получил в данном университете. Например, я сейчас занимаюсь проектом, который связан с международным бизнесом. Он основан на исследованиях одного из профессоров моего университета. И если говорить уже о личностном росте, стоит поговорить о профессиональном росте. И мой профессиональный рост, я считаю, вырос довольно-таки хорошо. Я воспринимал Вену как сердце Европы. И единственное, что я слышал, что там известные люди были и так далее. Есть писатели, архитекторы. Кучу известных людей вышли из стен университетов Вены. Это все, что я слышал о Вене. Когда я сюда приехал и ощутил это все на собственной, так сказать, шкуре, я понял, что здесь каждый человек является личностью. Каждый человек готов дать свой ответ, личный ответ на каждый заданный вопрос, который у тебя появляется. И от этого мои ожидания полностью оправдались. Я хотел найти страну, город, в котором каждый человек является какой-то личностью. Он неведомый, он сам ведет свою жизнь. В общем, у вас есть два пути. Первый путь — это полтора года или год. Самому обозревать все сайты, искать какую-то информацию о поступлении. И в итоге все равно неправильно подать документы и еще ждать год. Либо отправить сообщение по e-mail компании Education in Vena и получить полностью профессиональный отчет о том, что вам нужно делать, как вам нужно делать и когда. Первая рекомендация, которую я бы дал себе — не будь лентяем, потому что не надо затягивать с различными подачами документов. Мне очень сильно повезло, что за такой короткий срок получилось все-таки подать документы, но все это могло бы не быть просто напросто из-за моей лени. Единственное, что я бы дал себе, это не лениться. Я бы посоветовал своим родителям год назад быть терпеливыми и стрессоустойчивыми. Редактор субтитров А.Семкин